Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Оли Мачлиса, в ходе которого парламентарии просмотрели ряд законопроектов. Одним из них стал проект закона об охране почвы и повышении их плодородия, обсужденный депутатами во втором чтении. При подготовке ко второму чтению рабочей группы были внесены ряд предложений изменения. В частности, исключены пять статей и дополнены некоторые нормы. В проекте закона расписано, что объектами охраны почв являются плодородные и почвообразующие слои почв всех категорий. Также указано требование к охране и рациональному использованию почвы при осуществлении городостроительной деятельности, а также иных несельскохозяйственных мероприятий. Кроме того, отмечено, что основным направлением господдержки деятельности в данной области является стимулирование инвестиционной деятельности, развитие инфраструктуры почвенных и агрохимических услуг. На обеспечение гендерного равенства, расширение прав и интересов женщин и детей в том числе был направлен проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. В связи с совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей был рассмотрен депутатами в первом чтении. Данным проектом закона усиливается уголовная ответственность за совершение любых видов насильственного акта в отношении женщин. Также усиливается ответственность за умышленное причинение телесного повреждения женщины, являющейся близким родственником. Также вводится уголовная ответственность за разглашение информации о частной жизни человека. Усиливается административное наказание в отношении тех лиц, которые уклоняются в течение более двух месяцев от материального обеспечения несовершеннолетнего, либо нетрудоспособного лица, нуждающегося в материальной помощи.